Соответственно, возникает вопрос, что же можно использовать в качестве функции потерь с сегмоидной функцией активации. В качестве функции потерь с сегмоидной функцией активации будем использовать функцию, которая называется бинарная кросс-энтропия. Сейчас я объясню, что такое бинарная кросс-энтропия, а потом мы проверим, что действительно никаких проблем при использовании бинарной кросс-энтропии с сегмоидной функцией активации у нас не будет. Бинарная кросс-энтропия, и это следующая функция. Минус t умножить на логарифм p, где p это σ от y. Это одно и то же. Минус 1-t умножить на логарифм 1-p. Во-первых, проверим, что у нас здесь все хорошо. Что у нас никогда не будет логарифмов нуля. Что у нас не бывает логарифмов отрицательных значений. И так далее. Если p у нас строго положительно, то логарифм p это логарифм от величины, которая строго положительно. Соответственно, здесь у нас все хорошо. Логарифм 1-p это тоже логарифм от величины, которая строго положительно, потому что p строго меньше единицы. Таким образом, если у нас y это какое-то конечное значение, то логарифм p и логарифм единицы минус p это будут какие-то конечные значения. Попробуем взять производную от этой функции по аргументу сегмойной функции активации. Или по тому, что нам выдает наша нейронная сеть. Что у нас получится?